Мне сейчас пришла идея, вместе с этим названием «Особенности зимнего пленера в России» сделать отдельную публикацию или даже может быть серию публикаций, где я подробно расскажу обо всех хитростях выживания художника в суровых сибирских и иркутских условиях. Я очень страдаю, что у нас короткое лето, а потребность рисовать с натуры у нормального художника неотъемлема. Это только бездари, готовые в тепле сидеть, рисовать с фотографией. Но это отдельный разговор, чем отличается живой рисунок от срисованного. Ну вот зимой приходится как-то выкручиваться, идти на компромисс. Как минимум я хожу по городу, смотрю, фотографирую и, конечно, пытаюсь рисовать на улице, но холодно. И я сажусь в кафе, так сказать, по горячим следам тут же. Это непременные условия, может быть, на память. Ну, может быть, по фотографии все-таки, которые я делаю. Или, глядя в окно, я рисую вживую все-таки, все-таки живьем. Я уже говорил, что это принципиально разный подход рисовать с фотографией и рисовать живьем. И вот этот зимний компромисс имеет свою специфику. О нем можно рассказывать отдельно. Я рисую, я потом, уже потом, может быть, ввожу цвет, ввожу какие-то вариации, компьютерные, ручные. Но, конечно, уже потом. Так или иначе, вот эта работа, она честная. Это вот из моего понимания того, каким должно быть искусство. И вот небольшая галерейка того, что я сделал за декабрь. С наступающим Новым годом! Я обязательно сделаю серию таких публикаций, где подробно расскажу об особенностях зимнего Пленера в России. Редактор субтитров А.Семкин